На три момента голевых было побольше в этом. Мы хорошо играли. Хорошо играли. Первый период хорошо играли. Второй период хорошо играли. И много бросали, и много моментов создавали. Ну, понимаете, обвинить-то легко, оправдывайте. Ну, одному мальчику не получилось. Он позволил сначала... По имени, конечно, мы не будем называть. Позволил сократить, разрешивать, ну, а третий сравнять позволил. Один, ну, бывает такое, несчастье в жизни постигли парни. Сейчас на него пытались там ругаться, я, ну, заступился ни в коем случае. Этого нельзя делать. Бывает жизнь, мы на этом мучаемся. И сопернику мы... Ну, подарили мы победу сегодня. Сегодня подарили победу. Понимаете, они здорово играли, молодцы. И там индивидуально хорошо сыграли. Для нас четыре пропустить очень много. Давно мы столько уже так не пропускали. Поэтому в этом плане никаких у меня вопросов по игре к ребятам нет. Еще раз говорю, мы здорово сегодня играли. Ну, вот так Господь Бог рассудил, что... Там, знаете, как ситуация... Если бы мы сегодня выиграли, мы бы выходили на первое место. Значит, не дотянули, значит, не заслужили. Господь говорит, посидите там пока внизу еще. Рановато вам туда, молодые люди. Ну, поэтому так будем относиться к этому. Ну, хорошая игра, с обоих сторон. Сильнее был соперник. Нет, понимаете, вопрос. Давайте мы с вами, чтобы понятно было. Слово на ходу, не на ходу. Моя задача, уже много лет занимаюсь этим делом, моя задача выстроить игру в команде. Понимаете? Вот мы сейчас этим занимаемся. Очень сложности большие, что много ребят приехали, все в разные функциональные готовы. В разные, понимаете? И поэтому сложность работы заключает в том, одного надо грузить, другому грузить нельзя. Понимаете? Ну, они все в разные. Один сегодня двигается, завтра он не двигается. А как только мы подтянем функциональную готовность к одному, если мы выстроим игру, то молодая, хорошая команда, перспективная, которая может действительно добавлять, добавлять и добавлять. А то, что там на подъеме, не на подъеме. Ну да, молодцы, хорошо сыграли. Но очень много дел, еще очень много дел, очень много. Два матча прошли с хорошим соперником. Что в вчерашней игре, что сегодняшняя, равная игра была единственная. Это второй период сегодняшней игры, которую мы провалили. Мало атаковали, всего три броска делали поворотом. Соперник 12 бросков. А так, в целом, равная игра. Вчера мы не смогли забить. Соперник свои моменты реализовал. У нас не получилось, к сожалению. Хотя моментов у нас на три момента больше было голевых. По сегодняшней игре, проигрывая 1-3, чуть-чуть перекроили тройки. И ребята молодцы. Нашли себе дополнительные внутренние силы. Переломили ход игры, сравняли счет и в овертайме победили. Такая хорошая командная победа. Соперник понравился. Вратарь хорошо играет, Бояркин. Но, тем не менее, мы смогли забросить ему четыре шайбы за две игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!